ну теперь уже официально всем добрый вечер так как кликер кликер на да да ну соответственно давайте я начну пока слайдов нету мы отдельная компания дата каталог в группе арена дата в холдинге мы на самом деле совместное предприятие арена дата и групп компании luxms и соответственно занимаемся сейчас основной основная наша фокусная тема да это продукт арена дата каталог соответственно глоссарии интеграция мета данных качество данных на соответственно год назад я на самом деле рассказывал слайд был год назад о том вообще что такое дата каталог сегодня уже коллеги сделали такую подводку что наверное это можно пропустить да и соответственно вот коллеги из комуса рассказывали о нас и сергей золотарев и на самом деле потом тоже рассказывали но но не назвали соответственно мы начали разработку фактически экспериментировать в конце 21 года в двадцать втором году у нас вышел первый релиз и начались первые пилоты на и здесь мы очень много общались с рынком да и приоритизировали то что мы делаем под потребности и новых проектов и импортозамещения да и вот наверно конец 22 года это первые успешные пилоты начала 23 это первое первое уже промышленное внедрение на соответственно здесь наш там текущие релизы то есть и сейчас у нас там текущий релиз 0 4 до дальше план релизов на самом деле где-то до до середины следующего года расписан очень активно взаимодействуем с заказчиками наверное здесь кейсы самые интересные давайте на них о них чуть больше расскажу собственность сергей золотарев уже упоминал компанию из fmcg сектора очень интересный кейс миграции хранилища из западных облаков на отечественную платформу и здесь каталог как раз сыграл как инструмент во первых каталогизация описания того что есть что было да и выстраивание нового хранилища нового новых цепочек поставки данных новой аналитики да и соответственно ускорение проекта миграции данных когда у нас есть технические метаданные да о том как это было технические метаданные о том как это стало теперь да и соответственно бизнес термины бизнес описание данных и там же соответственно дата лина сейчас активно с коллегами работаем в том числе под них же мы делали на самом деле коннектор find by да это там отдельная тема который поговорим дальше да но это вот наше такое взаимодействие с заказчиками активное под потребности проектов работаем с roadmap добавляем коннекторами это данных добавляем функционал на самом деле вот следующий проект в сай секторе очень интересный сейчас нам порядка 50 дата стюардов владельцев данных целевое состояние где-то под 200 планируется реализовать 250 проверок качества данных на и соответственно каталогизация всех слоев хранилища от и хранилища и транзакционных систем то есть он достаточно большой ландшафт не только аренодатовский естественно на дамы дебитуем ssql и там на самом деле прошли много интересных историй и там со спецэффектами на постгрессе на оракле на кастомизации коннектора к табло сейчас крупнейший наиболее зрелый нас наш проект внедрения он доступен мы не говорим кто это да но на самом деле доступен для референса уже для некоторых заказчиков проводили референс визиты дальше производство тоже достаточно крупный холдинг металлургический создание хранилища данных а это тот это тоже совместный проект с арена датой вот здесь наверное еще медиахолдинг приведу пример потому что там арена даты нет совсем то есть мы встраиваемся довольно разнообразные ландшафты унаследованные заказчиками там хранилище на mssql и некий небольшой зоопарк смысле by систем там и табло там и супер сет да и соответственно вот тоже food retail тоже интересный проект по сути это замещение того что было когда-то в компании принесенная принесенная в тот момент когда компания была за западной да сейчас эта компания российская да и соответственно вся инфраструктура заменяется и по сути перевнедряется перевнедряется хранилище этот кейс тоже очень похож именно вот на на этапе миграции как как каталог помогает все многообразие данных описать да все все многообразие технических объектов с которыми идет работа в хранилище структурировать основной его основные блоки функциональности наши да это соответственно бизнес глоссарий и здесь наверно очень важно сказать что мы очень активно первый год занимались функциональностью бизнес глоссария и поддерживаем сейчас достаточно сложные сценарии то есть у нас вот семь проектов внедрения которые сейчас есть ну там скажем так семь проектов это семь купленных да уже лицензий сейчас идет какое-то количество пилотов достаточно большое но это все новые внедрения это компании которые не внедряли западные про проекты до этого вот сейчас мы запускаем уже достаточно комплексный сложный проект импортозамещение да и вот нам нужно было дозреть до этого и зрелость основная на самом деле в бизнес глоссарии это очень гибкая типизация объектов глоссарии да это и показатели это и предметные области какие-то вещи типа проектов айти систем очень гибко настраиваемая через пользовательский интерфейс ролевая модель да и у нас сейчас в системе реализованы так скажем преднастроенные роли это владельцы и стюарды иерархии глоссарии предметные области и термины а вот сейчас от нас заказчик ждет следующего релиза когда у нас какие-то кастомные для заказчика роли тоже будут участвовать в процессах согласования в глоссарии от например там архитектор бизнес заказчик то что заказчики разные они сегодня очень много говорили о том что методология в управлении данными очень важно и ролевая модель и правила взаимодействия в этой ролевой модели это такая вот основа этой методологии и для того чтобы поддерживать многообразие того что может быть более мелкие заказчики им нужно проще и удобнее на а крупным нужно чтобы это было прям сложно хардкорно да и мы искали вот баланс как нам стать универсальным продуктом наверное нам это удалось судя по тому фидбэку который мы слышим да это вот часть глоссария поиск и социализация данных это как раз то тот функционал который основной на самом деле бизнес эффект дает это сокращение time to дейта да то есть это это совместная работа пользователей возможность быстро найти данные там расследовать инциденты данных посмотреть data lineage в разных ролях опять же от ролевой модели от орг структуры но это вот тот функционал с которым так скажем работает максимальное количество пользователей рядовой рядовой бизнес пользователь бизнес аналитик он взаимодействует с этим функционалом сбор мета данных даст с другой стороны технологический столб на котором стоит каталог данных да это больше 50 сейчас коннекторов мета данных то есть там на самом деле какой функционал это сбор мета данных то есть это физические модели это загрузка примеров данных это профилирование данных то есть фактическое распределение значений здесь как я уже сказал мы там разработали для заказчика коннектор ну то есть у нас больше 50 коннекторов от open source к нам пришедших которые мы поддерживаем которые нам пришлось дорабатывать это и позже и и коннектор к табло да мы его дорабатывали под разные версии табло которые стоят у наших заказчиков вот это и fine bi сейчас разработки дельта би и в пайплайне счетом несколько коннекторов к российским уже баем под под конкретные примеры да важная часть важный здесь тоже момент это в разбор из кое-запросов я об этом чуть чуть дальше более подробно расскажу да и вот контроль качества данных важная тема и важные на самом деле очень важный и для нас вопрос в развитии продукта сейчас мы уже реализуем проверку качества данных на на проектах да но здесь важная часть это связка контроль качества данных и бизнес глоссария и да и возможность реализации комплексных бизнес проверок которые так скажем кросс системных проверок это это для нас вот основной следующий шаг в развитии функционала продукта коннектор к мета данных карен дата диби но соответственно грин план да это вот тот то чего мы то что мы добавили к функционалу open source основы которые мы взяли да и и там не было соответственно это сбор мета данных это профилирование это построение дата линаджа происхождение данных эта работа с партиционированными таблицами критическим критический вопрос грин пламя на самом деле это разбор из ql запросов в том числе из лога с у бд в первую очередь опять же для построения происхождения данных и для для каталогизации запросов с очень важный тоже интересный функционал который востребован наверно в больше в более зрелых компаниях где есть такая массовая культура аналитики которые аналитиков которые используют своей работе это золотые или эталонные сколь запросы да когда мы на одних и тех же данных решаем какие-то типовые задачи и можем каталогизировать рейтинговать как-то с ними взаимодействовать вот и соответственно поддержка пикс мы делали это для опять же для заказчика поставили это в приоритет для построения сквозного линаджет пиксов коннектор я сейчас дальше перед переключусь пиксов механизм грин пламя по сути в виртуализации доступа к данным когда мы грин пламу подключаем внешние таблицы из оракла из дебиту из постгресса и стоит механизм очень активно используется заказчиками кто использует арену даты дебе и безусловно таких таблиц там сотни или тысячи в большом хранилище и была задача поддержать сквозной дата линадж для вот этих внешних таблиц в грин пламя а соответственно это успешно реализовано уже поставлено в контур заказчик заказчика да вот но собственно и москву или оракалы и постгре это то что то что сейчас используется фактически в этом функционаре с точки зрения архитектуры да ну там понятно джавовское приложение backend для согласования для процесса согласования используется коммунда 7 вот здесь наверное самый важный интересный вопрос да он он вот здесь вот то что мы называем джошин фреймворк это по сути на apache air flow да мы реализуем код коннекторов мета данных это нам дает два плюса первый мы соответственно можем достаточно быстро эффективно разрабатывать коннекторы мета данных а второе наши партнеры на проектах внедрения могут их кастомизировать или разрабатывать свои то есть у нас в принципе по разработке коннекторов сейчас есть наверное 33 варианты три подхода практических первый мы в составе лицензии продукта поставляем коннектор который мы поддерживаем да второе это партнеры реализуют какой-то коннектор какую-то специфику источников на проекте да и третье если у заказчика есть что-то там такое легося какая-то система которую мы не мы не хотим да мы не готовы по каким-то причинам брать ее эту разработку в продукт и дальше поддерживать мы это можем сделать как заказной просто как заказную разработку ну либо мы либо партнер вот у нас на практике собственно все все три сценария сейчас реализуются вот еще на наверно один момент не сказал важный для нас да вот те семь проектов внедрения уже промышленных которые сейчас идут они делаются пятью партнерами то есть у нас только один один партнер делает два проекта вот это очень хороший знак для нас и по нему востребованность одной стороны и продукты на рынке с другой стороны мы тоже очень много уделяем внимание работе с партнерами и развитию технических компетенций на их стороне да ну соответственно наверное не секрет что основой продукта является open metadata интересный open source проект который стартовал на самом деле в двадцать первом году только и очень быстро развивается там интересная команда которую возглавляют выходцы из убера да там есть есть свои интересные моменты то есть свои плюсы есть свои минусы мы на самом деле прошли путь экспериментов там с тремя с тремя open source продуктами вот в двадцать первом году 2 2 ветки этих экспериментов благополучно закончили и остановились на open metadata да соответственно вот на чем мы фокусируемся с точки зрения нашей основы как open source и где мы ее дорабатываем чем мы чем мы от нее отличаемся да это это бизнес глоссарий потому что в open source мире нету на самом деле бизнес глоссариев которые бы подходили для вот там серьезных корпоративных заказчиков да и вот него и здесь я уже более-менее рассказал локализация то есть понятно что первое что мы сделали перевели пользовательский интерфейс вот потом мне кажется коллеги из билайна но это мое предположение перед сделали локализацию в open metadata там сейчас в open source неплохая локализация на самом деле вот но что мы что мы делаем да это поддержка российских операционных систем это предоставление обучения и соответственно сопровождение и важная часть на самом деле тоже связаны с локализацией наверное это вопрос безопасности мы проходим испытания у довольно продвинутых заказчиков по информационной безопасности мы отвечаем за поставку за отсутствие там всяких нехороших вещей и это вопрос аутентификации логирования в первую очередь то что приходится доказывать и показывать и здесь мы сделали довольно большой объем доработок и сейчас мы находимся в процессе сертификации продукта по в стеку кому-то кому-то сертификат важен кому-то и заказчиков он практически не важен да но на самом деле наличие сертификата доказывает определенную зрелость и выполнение определенных требований потому что там очень особенно в текущей ситуации испытания по стеку довольно серьезная да ну и вот собственно коннектор и да наше все то как мы встраиваемся в ландшафт заказчика история или история релизов в ком-то виде да там это вот четвертый квартал как раз 22 года мы прошли первые первые пилотные проекты и там наверно тоже такая часть часть истории нас там сравнивали с одним западным продуктом мы конечно по функционалу проигрывали и сейчас чуть-чуть проигрываем но по юзабилити мы выиграли то есть грубо говоря в пилоте участвовало порядка 50 если не ошибаюсь сотрудников компании да и просто вот они поработали с двумя с двумя продуктами и дальше собрали фидбэк анонимный что важно да и мы по юзабилити выиграли вот и мы на самом деле действительно очень очень много поэтому внимания уделяем потому что это вопрос адаптации продуктов внутри компании и во многом барьером для внедрения инициатив по управлению данными является собственно вовлечение бизнеса удобства работы да и это вот то что мы что мы как разработчик продукта можем сделать чтобы упростить этот процесс кроме методологии там вот эта составляющая также важно да ну и вот текущий соответственно 042 это то что мы сейчас поставляем заказчикам ну и соответственно естественно продукт включен в платформу арена дата да это означает что мы работаем на единых единой системе управления развертывания мониторинга да и соответственно интегрируемся развиваем коннекторы методанных и планируем собственно работу часть компонентов наверно будет работать в том числе с каталогом как и потребителя методанных до этого то что касается бейлик люк люксом с био и да это люксом с дата боринг на фай то есть интеграция с и теле и лт инструментами в том числе коллеги поскольку да время я так понимаю мало давайте время давайте чуть-чуть поговорим да коллеги если вопросы в зале час секунду здравствуйте мне зовут александр вопрос такой вот здесь я вижу вас коннектор и анализ мета данных и существует ли какая-то технология для получения дополнительных сведения мета данных ну например есть только название описание никакого нету если какой-то анализ вот проделывается для данного то чтобы как-то дать хоть дополнительные вот описание еще можно вопрос существует ли механизмы сравнение полученных сведения мета данных ну то есть кейс такой в одном хранилище есть какой-то отчет другом хранилище он тоже есть ну или там под хранить и можно ли выявить так сказать что это в общем-то фактически дубликаты двойники базовый функционал почему мы говорим о ну почему уважен глоссарий потому что мы в глоссаре описываем бизнес взгляд на мир и и ценность он приобретает когда мы связываем бизнес взгляд и технику да то есть эта связка грубо говоря таблиц колонок разделов дэшборда с бизнес потом показателями терминами сущностями атрибутами да и вот эта вот связка нам позволяет как раз сравнивать и видеть что там например там у нас 10 дэшбордов об одном и том же они строятся на трех витринах и витрины на 90 процентов совпадают а может быть и где дублицировать да ну или там классика жанра пример когда в компании одни и те же данные были загружены всем витрин а это были основными основные данные компании там в общем размер хранилища можно было в половину на самом деле уменьшить да добрый день марина и куш на мтс скажите пожалуйста чаще всего для того чтобы описывать бизнес глоссарии необходимо концептуальные и логические модели данных источников некоторые каталоги умеют визуализировать логические модели то есть планируется ли такая доработка это первый вопрос и вот в соседнем зале про дат-контракты рассказывали замечательную историю это тоже функционал дат каталога можно ли флоу процессов настраивать интегрировать проверки качества хранить контракты и планируете ли вы это делать ну давайте с конца отвечу леонид шумский это собственно делает на одном из наших проектов вот кто кто рассказывал про сла да и собственно сла на самом деле вот здесь как раз в глоссарии на уровне логическое описание логической витрины да мы сейчас ведем с лэй ну то есть можем сформировать с лэй да и его контроль это вот на механизме качества данных так а первый вопрос связями с душсущностями по модели сейчас соответственно концептуальная и логическая модель ведутся в глоссарии пока вот я красивого скриншота с диаграммы или иер диаграммы там или концептуальной модели показать не могу поскольку это в разработке то есть это вот в дан в данный момент разработки это действительно требование выдвигается выдвигается часто соответственно сначала мы сделали инструменты именно по поведению до этом работы грубо говоря с этими связями через карточки в том числе типизацию связи например для концептуальной модели да сейчас занимаемся как раз визуализацией ну то есть это будет соответственно иер диаграммы и такая графовая диаграмма для концептуальной модели иван спасибо спасибо за хороший доклад спасибо за честные ответы очень интересно можно еще один вопрос если у нас время коллеги но давайте лан маленький но давайте короткий собственно вопрос касается механизмов создания управления метаданными он реализован или это разработчикам нет но это все делал делается через пользовательский интерфейс мы регистрируем сервис подключение к нему дальше это на выкачку вы забираете мета данные которые уже созданы ну да конечно а создать мета данные спроектировать проектировать данных там условно генерация ддл реализации что-то такое пока нет скорее следующий год скорее дмл когда мы нашли что-то мета данных нажали на кнопочку у нас сформировался sql запрос и вытащил то что надо правильно и бизнес приходит и говорит проектирование происходит и там этап создания и так далее коллеги это очень сложная тема я предлагаю пока ее запарковать на следующий докладчик максим иванов иван спасибо было интересно как видите даже отпускать не хотели